Всем привет! Мы снова в Battle of Brothers. И я тренируюсь на вот этих мертвяках. Ну как тренируюсь. Нас мгм, а мы крепчаем. И тут я решил вот что провернуть. Я уклонился от боя с ними вот здесь, в Вистаде. Оказывается, вот эту деревню тоже надо защищать. Вот они к ней ломанулись. И здесь какой-то еще отряд следом идет. И я хочу сейчас посмотреть, что будет. Вот они. Давайте попробуем в битву в эту влезть. Потому что я уже несколько раз переигрывал. Много что заметил. Интересному научился. Подметил. Все расскажу. По ходу пьесы. Но победить я их не могу. Я не могу прорваться. У меня получается 9 человек. У них 12. У них 3 человека преимущество. И самое главное, игра начинает уже то ли мухлевать, то ли как-то я упускаю какой-то момент. В общем, пришлось читать описание от разработчиков механики игры. Зомби ходят на 6. У них 6 очков действия. И вот они умудряются на эти 6 очков действия меня 3 раза атаковать, как волки. И я просто не успеваю прорваться к некроманту. Потому что они, как только видят, что к нему пошел прорыв, тут же становится вдоль дороги. Естественно, я через эти клетки пройти не могу. А если идти большим путем, во-первых, долго. Во-вторых, устаешь. В-третьих, даже если дойдешь и отдыхаешь, даже если стоишь в щитах, тебя атакой, которая щитом отбрасывает. То есть ты к нему подходишь и должен атаковать некроманта. А его защитник к тебе подпрыгивает, щитом тебя откидывает. И ты уже не можешь к нему подойти, к некроманту, потому что нужно проходить через поля, которые простреливаются. А если даже подойдешь, то у тебя не будет силы уже атаковать очков действия тоже. Единственный момент, это нужно подходить так, чтобы если защитник один у некроманта стоял прямо противоположно по диагонали, когда ему две клетки нужно до тебя идти, и у него нет очков действия, чтобы щитом ударить, у тебя будет один шанс. Но даже когда доходишь, когда все хорошо, некромант какой-то скользкий, как червяк, не уфиг попадешь. В общем, не получается у меня их победить, и вот это, я смотрю, шанс интересный. Там толпа шла 14 человек, какая-то компания. Вот у нас два флага, прикол. Я хочу посмотреть, как они с ними будут драться, и вообще я смогу в битве поучаствовать или нет. А если смогу, то что-нибудь мне с нее перепадет, и будет ли это засчитано в миссии. В общем, озарение пришло внезапно, и я хочу проверить. Понеслась. Смотрим, 23 человека. Ай, мертвых 4, они их уже убили всех, что ли? Вы чего? Флажками обозначается край битвы, значит они где-то наверху. Шанс мчиться наверх. Да, он уже наш один видит, значит нам надо куда-то сюда. Вот как-то поучаствовать. Вообще вот тот бой, который я не могу никак выиграть против 12 вот этих мертвяков, его не обязательно доигрывать. Я не стал уже проверять сколько нужно. Я так думаю, что до первого воскрешения зомбака доиграть, и можно нажимать побег, и потом идти за деньгами. А дело-то в том, что остальные идут сюда, и вот компания-то все равно сюда пришла. Мы сейчас попробуем. Ну вот, далеко мы не успеем добежать. Ничего, они быстро их что-то уделали. Будут ли поднимать, вот в чем вопрос. У них уже он, арбалички, тут у них это вот тут. О, хорошо летит. А ребята-то какие? В нагрудниках. Дайте посмотреть, повлюбит его. О, стоит в поганках башка. Лайдрейнджер, это прокидает, который. Заметил, что тем, которым голову срубаешь... Ну покажите. Они не поднимаются. Затем есть предположение, я не могу его пока... О, как далеко. Не подтвердить, не опровергнуть, что... Некромант может... Водушевлять и поднимать только тех, у кого... Кому прямая видимость есть. То есть, если убить и стать стеной... То, может быть, не поднимет. Но это надо очень еще доиграть, чтобы проверить. Еще один полезнейший момент. Вот у грузина в кармане лежит. Я его обязательно продемонстрирую. Из широких штанин. Дубликат амбисценного груза. Смотрите, завидуйте, я боец. А не какая-нибудь там абуза. Я хочу посмотреть, как они их поднимать будут. Или, может, они им бошки рубят? Да, двое остались. Их много. Они их давят просто количеством. Да, и некроманты с ними че-то не особо заметно. Порубил. Надо, надо представительство наше кинуть туда. Дострельнешь отсюда? Шатс, ну я бы тебе не доверил бы. Один выстрел болельщика поднял флаги. Не смогли мы поучаствовать. Может, если бы быстрее. Но это смогли чуть тискануть. Две стрелы и восемь амуниции. Возле виста, да. Мясо и кости разбросаны по полю. Тяжело сказать, какие кому принадлежат. Чёрные пятна свернувшиеся кровью. Мухи, вьющиеся над мёртвыми телами. Птицы, ждущие... Своей очереди, чтобы выклевать глазницы упавшим. Раби, это наш боец, подходит к тебе и спрашивает, должны ли мы вернуться к Эрику-младшему. Выглядывайте поле битвы. И согласно киваете. Ребята-то мощные. Просто из другой галактики. До свидания. Два гвоздя у них спёрли. Эрик-младший Рисует у вас в своей комнате. Я смотрел на всё из окна, знаешь ли. Всё видел. Ну, большую часть. Я надеюсь, лучшую. Вы поднимаете брови. Не смотри на меня так. Я не чувствую себя лучше от того, что смотрю на такие вещи. Понял? Мы хорошие парни. Мы психически здоровы. Вы поднимаете вторую бровь. Ну, ладно. Вот твоя плата, как обещал. Мужчина даёт вам маленький сундучок. Мы хорошо ими распорядимся. То есть, получается. Мы сбежали встречи с некромантами. Правда, не набрали никакого опыта, но я думаю, это был лучший выход из ситуации. Ну, получается, и деревню немножко защитили. И живы остались здоровы. И деньги заработали. Ах, вообще довольны. В бою побывали и живы остались. Немножко я перебросил оружие. Видите, вот этот человек у меня был танкистом. Сетку я забыл. Ну, там бы она не сыграла особо. Сеткой можно было защитника, некроманта притормаживать. Но один ход там ничего не решает. Там некроманты, говорю, надо вдвоём атаковать. Причём лучшими ребятами. Он очень сильно уклоняется. Вот я не показал. Орочный нож, который достался мне. Он хоть и написано, что не для людей, но у него есть офигенное свойство отрубания голов. И неожиданно наш грузин рубит их просто. За здорово живёшь. У него особо таких ударований не прослеживается. Но рубашит он хорошо. Икейщика научился использовать. У него слабовато. Вот фатикю. Но если его хорошо поставить, он может порой атак очень выручить. Но есть минус. Если зомби к нему подходят, максимум один-два хода он держится в защите и потом сыпется. Ну да, в принципе, вся оборона. Потому что зомби много, атакуют по три раза и очень быстро они выжирают на свою гнусловость. Шат в трусах и майке с топором. Который ему пришлось использовать уже много раз. В начале боя против зомбаков ставлю их в такие нормальные места, чтобы стрелять на горке. А потом-то всё равно эта толпа в 12 человек прибегает и надо доставать топор. Машет он им хорошо. Несмотря на то, что у него всего 47. Рудхард. У него хоть и колечная нога и осматик. вилкой раздаёт нормально. И, правда, в середине боя начинает у него по одному выстрелу уже. Он может делать. Осматик даёт минус 5 каждый ход. вообще заход у каждого человека восстанавливается 15 усталости. А из-за того, что он осматик, у него минус 5. У него за 10 восстанавливается заход. но вилкой он добирает нормально. Хорик красавчик. Несмотря, что в башке дыра копьём тыкает исправно. Ума много не надо. Но удачно очень. против зомбаков вот так же вилкой он стоял на фланге. Когда подходили уже я ему менял на нож. Там просто катало всё по земле. Бушки пинали, бегали. Попробую я это и против тех, кто имеет мораль. Я думаю, это будет очень хорошо влиять и на наших, и на противника. Отрубание голов. Но пока вот так. Танкиста вот не знаю переодевать не переодевать ему обратно, потому что Фатик жрёт шлем довольно серьёзно. Ну защиту даёт. Самое интересное в игре, что инициатива она зависит от выносливости. Чем больше на человека надето, тем меньше у неё выносливость и от неё естественно падает инициатива. Так что есть смысл воспитывать вот ребята стоят в лёгких майках, у них 87 фатики и с нормальным фут у меня самый мощный 116 у него инициатива. То есть второй ряд есть смысл одевать очень легко. может может быть даже вот так 78 75 все что прибавляется отнимается отсюда то отнимается и отсюда. очень полезные бинты пригождались так что бинты хорошо бы иметь каждому потому что стали пускать регулярно кровушку. Френдель тоже в нормальном шлеме но из-за этого низкая выносливость и низкая инициатива. попробуем по старинке чепчик залатает сразу 70 80 ну чтоб хоть как двигался так что игра очень разноплановая и на ветеране тяжело это такие многомерные шахматы щита у меня нормального это нужно было бы щит купить бинт один лук обычный как у меня копье одноручное хорошее но дороговатое нужно идти охотиться на орков и на людей на бандитов чтобы был трофей какие-то лут чтоб был потому что у меня просто выхлоп минимальный на 2 дня на 3 ну все хорошо это пики бросковые дротики а за них кто отвечает интересно ренч наверное ладно так уж и быть головотяпу нашему нормальный щит дам 16 у всех мощные ну на тебе баклер будет подстраховку у меня появилась идея вот насчет двуручного топора есть перк который заменяет людей позволяет два человека когда стоят на клетках то один просто меняются местами они не вне зависимости и без штрафа если даже эти клетки атакованы первый человек идея такая на первой линии поставить как обычно у меня рыцари стоят за ними топориста с двуручным топором с самой легкой одеждой чтобы у него была выносливость нормальная тогда пойдет волна встанет перед стеной рыцарей в определенный момент ход топориста он меняется местами с первой линии с человеком наносит круговой удар он должен по троим попадать в линию заканчивает ход и сделать так чтобы после него ходил тот человек на место которого он стал и обоих у них должен быть вот этот перк замены и тот человек который должен ходить он меняется с ним местами и становится обратно в первую линию и в защиту то есть получается как у римлян стена щитов открылась удар наносится и стена щитов опять закрывается но это все пока теоретически возможно получится при случае обязательно проверим это нужно целенаправленно человеку который хорошо рубит хороший топор нужен но естественно два перка тратить на это но идея сама я думаю достаточно красива потому что каждый бой рано или поздно переходит стадио плотного противостояния когда стекаются две волны и стоят друг против друга если он сможет один за один ход рубить по троим причем рубить топором это довольно серьезно я думаю это будет хорошая связка посмотрим в общем торговец Альбрихт приветствует вас в своей комнате и подает вам кружку воды он держит с такой мерзкой ухмылкой я бы тебе конечно Эля предложил или вина если бы у меня было но ты знаешь сейчас такое тяжелое время отхлебывает и получит горло конечно я не очень-то стеснен в деньгах и мог бы себе позволить но с другой стороны у нас с тобой есть договоренность не так ли мне нужно чтобы ты пошел в место которое называется Анарт в общем платьбище какое-то к западу прямо отсюда и добыл реликвию которая называется Кровавая Виола Святой Матери звучит просто не так ли? вы спрашиваете какую нагрузку несет эта реликвия о чем она он объясняет да народец в городе горожане молятся на нее нужен дождь молятся аслана да забить осел потерялся тоже молятся в общем не важно просто они верят что она чудодейственная это их мотивирует так что этого достаточно чтобы ее попробовать найти в принципе звучит прям как наша работа сколько ты за нее заплатишь 680 что-то ты не договариваешь дружок давай-ка повышай ставки вот куркуля 680 ладно давай 516 нанимать мы никого не будем потому что один минер майнер а он тоже явно с астмой таверна барбер к парикмахеру пойдем позже запад вон она бывали мы в таких местах ничего хорошего птицы летят все еда есть ремонтов нет а у них тоже нет надо учиться на паузу ставить и опять пока размышлял прошла куча времени я хочу еще взять перк следопыт пасфандер чтобы лучше видеть следы нифига себе ночью я туда не полезу в могилу у нас нехорошие там могут быть всякие вещи я уже опытный потому что в темноте у лучников по 30% по-моему снижаются показатели в общем здорово там снижает ночное время они попасть не могут и дистанция снижается и качество поиск реликвии оказался намного легче чем у себя предполагали нашли группу мертвецов правда тяжело вооруженных но их доспехи были ржавые и копья которые они несли хоть и стояли они в военной формации были все-таки грозой давно минувших дней однако вы все равно готовитесь к бою потому что даже с такой ржавчиной придется драться 10-9 ребята есть вопрос вы умирать собираетесь я думаю решение очевидно ну давай сюда пока так сейчас рассосется все и ка пикаря сюда поставим так давай как уже без прелюдии некоторые да броня хоть и старая но они полностью упакованы вверх и вниз ты пока стоишь здесь сейчас самое главное аккуратно встать вот так меда пихарь пока сюда посыл есть есть посыл все заканчиваем ход надо бы одного сюда вот поставить но я думаю все-таки здесь будет основная заруба ну стой пускай они к нам стекаются идея в том что мы сейчас отошли мы будем отдыхать они будут армию бежать пиками просто окелета не очень натыкать получается лучше разваливать обалдеть волна пошла ждешь ждешь много не так сюда давай ага это так а может круто все раны наносить если вообще цели может кровоточить эти кровоточить не могут потому просто уходим в защиту ждем мега мега пихарь ждет лучники 42 а а и все просто хоть пока пропущу На скидку выстрел 25 Ну лучники они Для скелетов Ждем Подгребания Почему-то вот здесь стенокопия не сработала Видимо, далеко от этой клетки считается, что вторая Ладно Все наши что-то прям на флешки подсели Вот это они ходят 54, 49 Не попал Надо тыкнуть вот сюда Не смог отойти Защита Он брейкинг Ну просто потому что не может отойти Он как бы окружен Хороший удар Да как так-то? Удар прошел, а трупа нет Ну вернее есть, но он Живой Сюда 48 Слов нет Как так? Можно ходить? Два промаха Это нормально Так вот их 33 11 7 7 Надо добить Своим дать хоть передохнуть Фигу там Ты че творишь? Давай в защиту Пока без ударов Че это за полет Я не могу понять Или разработчики угорают? Что? Ходи тогда Че Что они на 6 лет Ах хоть Может изменилось Че-нибудь Они убьют его Че это за полеты? Да еб Еще маш Не хотят и все Шуту капец Без вопросов Мегапикари Надо быстро Все разруливать Лучше Выходи сюда Это все через стену щитов Походит Сам погибай От товарища Выручай Спинку По чешей Убили одного Тут же стоял Все Потеряли Еще одно Жесть А эти уже бегут все Да у меня слов нет Ребята Вы если че не пропустили То вы мертвые В защиту На репост Накаркали мы молоток Ты то че здоровый Не покореженный Флажок вытащил Шесть процентов Почему У этого здесь Через плечо же Выстрел должен быть Вообще нормальный Все Уже некогда Доставать Мы двоих Лучших Бонг бойцов Потеряли И трех Еще потеряем И этот Сбежал Почему не может Стрелять Встал Грузин Пока держится Накаркал Все Его там Что то Пустили Под нож С лошками Вообще Дерутся Плохо Нет Лучше Репосты Все Опять Он мертв Да теп Не могу понять Чего он Такой Кысой Стал Никем Не закрыто Да не Закрыто Вот В это Можно Через плечо Сматик Ты куда Копье Понес Гнида Они текут Все Поэтому Убегают Я все равно Буду переигрывать Надо Учиться Вот Здесь бы Пригодилось Ралли Чтобы Они Одумались Счета У него Нет Хотя Погибнет В хорошем Настроении Щит Сломать Ему Почему Нет Отдумался Сволочь Своего Выручить Не надо было Близко Подходить А этот Так и Бежит Югомерий Все таки Сломался Надо было На одну Подходить Он же бьет На две Торопился Торопился Шат Все Дотекает У нее Тоже здоровья Нет Все Промах Означающий Смерть А перевязать Ему Не хватит Ходов А бинтов Нет Теперь Ты 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 Че Бежишь Уже Побеждаем Не Видимо Позднее Зажигание Смотри Как Калечит И Этого Самого Шесть И Опять Не Хватает Вот Это Прям Последнее Время Последние Бои Фишка Игры Остаются Волоски Какие-то В непонятных Местах Да Нет Дотек Мрачняк Наверх Залазить А не Драться Балда Вот У кого Бин Был Своего Поддержим А че У него Здоровье Шесть Я Сейчас Зарежу Уже Уже Дома Не 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 Выпустили Из Я Ма Уже 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 ему никак отдышаться не может и уйти не может не дадут ему зигфит выжил рыбе и рудхард нет но как нас мускулы руки щеку проткнули и в мозге опять повреждение мозга корик глубокий пресс живота щеку порезали этому попали удар в сердце перманентная и мышцы ноги повредили зигфрид порез живота сломанные ребра наружу палец потерял повоевали с мертвяками выхлоп не как ущем тут все копейки стоит шлемаки вот только хорошие реликвия покоится вашей руке но какой ценой странные люди если вы можете их так назвать которые атаковали вашу группу выклюнетесь что они намеревались убить именно вас так как будто вы совершили какое-то преступление когда-то давным-давно за пределами воображаемого пространства и времени ну ладно вы не из тех людей кто особо копается таких вещах придает им значение вы здесь пришли за реликвии которую получили и теперь время отправляться к кальбрифту за вознаграждением не знаю все таки я думаю их можно победить оставив группу живой потому что было несколько ошибок одна роковая несколько мелких получили мы деньги город воодушевлен но здесь люди пропадают вот именно где люди пропадают нужен перк следопыт я так полагаю вокруг города походить следы найти и хорошенечко заработать вот я же говорю копейки щиты и стоят просто никчемные деньги вот эти два в хорошем состоянии оставлю как дежурные броня от вроде лучше не придумаешь это стоит смешные деньги вообще все смешные деньги стоят денег нет просто по определению компании бинты все копеечная а грузина нашего грохнули да все теперь нас тоже хоть и человек 4 четверт уровень сколько он 7 15 битв пережил в общем буду переигрывать потому что но компания просто уничтожено от его тоже повреждение мозга рука лицо у этого сердца тоже перманентная минус 30 процентов хитпоинта всех надо увольнять всему что убили а это что такое дабл грипп а ну да кстати дабл грипп работает даже когда одноручное оружие она двумя руками держит раздает успешно он без пальца тоже минус 5 процентов всему ну так он без критических звезду лятору получил булавами раз-два три 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 человека осталось четырех увольнять надо сразу выглядело все многообещающим нюх а 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 снова здорово а а дамсему прогрызться не успеем и забежать вот это болото нет камень какой же на горе болото нет успеваем ведь от пункта стрельбы раздавальщик ну в этого тоже хорошо попробую я занять край у него вход конечно пойдут что-то назревает нехорошее мы уже потихоньку едут один без щитов без ничего против четверых по нему не дадут мне отойти ничего но отцом 18 не дружок давай-ка ты успевает защиту по башке этому сможешь 22 почему у нас же такое преимущество потому что шилт отбросить его 45 куда он интересно улетит назад на клетку это хорошо здесь защиту и вот этого вырубить чтобы народ у него спокойно мог ножиком потыкать защита разрушили вот это чмо не удалось пихнуть это говорит о том что тебе пипец блин сюда давай и хорошо бы тебе да блин каждое движение даже переделать не могу все канцел даже не могу грубо говоря нажать не один щит в этого попадешь 17 а в этого криворукий ты мой хромой ух ты вспыгнул да как он попадает у меня такое преимущество слов нет у этого 30 всего потому что брейкинг брейкинг тоже штраф дает когда он уже бежит у него минус 30 процентов когда брейкинг минус 20 когда вейвинг минус 10 еще и не поврежден вообще никак если отступить если не отступить ему звездец если отступить они скочат сюда и будет просто от нас шанс 48 это не то что нам надо это уже детский лепет нам нужны рубаки нужен рубака парень сейчас бы замениться вот с этим гражданином пока ждем это не дело ну вот бросил лишь как они хитро муку досталось о нет все живы и не смог спихнуть все тебе конец дружище шанс без щита стоит да как так 45 всего а у него еще меньше они попадают пока стоим и не смог и не смог и не смог и не смог еще раз щит сломать еще раз щит сломать блин вот так и в защиту попробуем спасти как он откинул на слов нет из ямы щитом второй ход по нему уже вот этот стреляет скидываю обратно ты отдыхай а блин у него рука рассечена но он должен уйти у меня все равно минус 50 ко всем характеристикам да как так то из ямы не должны не так раздавать вот что хотите говорить слишком у них круто все отдохнул защиту пробивает просто ничего и делается что тебе никак нельзя промахиваться просто никак шац тебе пипец что могу сказать 5 процентов в этого опять а чё у него за повреждения за артерия перерезана рука рассечена и кровищем сейчас умрет просто от кровопотери ну попробуй башку надо срубить не когда уже возиться и у этого рука потеряна хоть со всеми будешь умирать все выдохся полностью 51 шанс попадания в щит попали а у них они все фреш у них вообще усталости никакой не бывает это почему так нет ну где честность у них ни морали ни усталости Сюда уйти Вот эти залезут Вот разик 21, потому что уже флажки Еще и, наверное, повреждения какие-нибудь Нет, просто на нервах Это с преимуществом, каким мы бились А я вообще помню, что тут два этажа выше Все бегут Сейчас точно все Двое не пережили Не знаю, у меня полное ощущение, что у нас где-то При равных раскладах Мы даже не можем повреждения нанести 0 16, это все равно, что 0 2 0 0 142 На 9 человек 320, грубо говоря Повреждения нанесено На 9 человек И все эти все равно, что мертвые Череп пробит От 6 до 9 дней будет лечиться Ребра наружу Ухо порезали Артерия Щеку проткнули Рука Неделя Тоже рука Разрез Сломана рука Дырка в мозгах Но это давно уже у него Просто метелят А давайте попробуем сбежать Раз мы и этих не тянем То же самое Самое главное Выносим там Их нормально Там 1-2 удара Они иногда за удар выносятся Но смысл-то в том, что мы не можем попасть Пробуем еще раз начать Пропуская ходят, пусть бегут Это у них еще не арбалейчиков И там Дротистов каких-нибудь нет Я так считаю, что это выигрышная практически Они даже не мертвяки Которые вставали А мы их не можем просто убить Найдут 9 человек 320 очков повреждения Грубо говоря, попали в них 8 раз за бой Жмешь Чё вырву? Чё вырву? Да фиг с ним бери сразу вилку Чтоб потом не перехватывать руку Хоть в этого Причем без повреждений попал Ух ты, как он хитрый Вот они почему прыгают Он делает щит и подпрыгивает к тому, кто стоит в стене копий Сэкономили здесь на стене щитов Потому что они после хода у них одна атака всего А нам сейчас пригодится выносливость Летчики эти достали уже И опять он один на фланге 58 всего шанс А в этого 53 Хотя сверху должен быть плюс 10 минимум шанс Поцарапал Слов у меня нет Можно сейчас попробовать сбежать Давайте попробуем вот этого Вырубить Не получилось Вообще не пробил Ага, смотрите как разворот Наверное еще учитывается В этого 63 В этого 58 А в этого 45 Нужно там еще поворачиваться надо Ему пофиг, он мажет Ему без разницы куда А я все равно промажу И этот такой же Не, какие-то заговоренные они 23, 27 Это что вообще за проценты такие? Через плечо 38 Пошли уже Сейчас трупы пойдут Короче и этот не задался заезд Пробуем сбежать До того, как наполучаем У меня слов нет Я не знаю, что происходит Огребли все Мы не убили никого Да нет, мы ее еще не получили Так что обратно возвращаться смысла нет Еще один заход За реликвией Несчадно нас пинают О Шахтер у нас обдивился Смотрим до куда дойдут Пробуем Тут они точно не залезут Полезут вот тут Снизу просто какой-то кошмар Это вообще в яме какой-то шахтер Даже не знал, что бывают такие Тяжелые Вылезли сюда Фигу там Вылазь сюда Хотя нет, могут они вылезти Вот тут Полчу в ответ Для них не существует В этих вмятин Тут же каждая Вон полетел Через вот этот холм Через вот этот Штрафов нет Сяк какой-то 57 52 10 10 11 54 Ну да Про 54 сейчас смешно сказал 25 6 35 Угу Исходил все 4 первых защиту то что сейчас придется очень плохо этот без башни сколько ему будет 73 в этого 68 наконец-то хоть что-то прошло но все ты стой жди у тебя как защита обязательно у этого сколько 45 в этого 76 просто рассыпали 42 32 че так мало еще и не попали так вот этого можно отсюда выкинуть 51 красно стену копий не могу сколько вероятность 42 не отдавая защиту так продолжаем пулять 43 но одну хотя бы из из них оба через всех просто через все где же нет обхода и у меня два этих стояли пробивали через который он шел первых защита а во вторых не боись а кругового удара у него нет да 25 будет 55 он зависнет у меня без сил 14 14 60 какая-то с процентами в игре 92 92 92 92 чуть-чуть подмогли своему да как его не убить то можно было уже рассыпанный 15 13 5 шац ты сволочь издеваешься поэтому бери гадина топор на передовую здесь смотрим здесь у нас отлично все с выносливостью с попаданиями тоже хорошо и дело идет к тому что мы на помощь придем сколько у него здоровья навалом а 42 32 почему мало так держись грузина да у меня слов нет как но просто нечестно просто игра не дает нам шанса сохранить ком вот опять одни сплошные попадания сколько у него 68 а по башке если тоже 68 если попадаем их рассыпаем но мы в них не попадаем игра говорит нельзя передачи давай защиту вот этого пыркни разок и не добил вот грузина просто нечестно не тронули Они ударили три раза и все три раза попали Эти шансов у них никаких на победу Вот этот тоже не понимаю, почему он Низка у него такой процент, и этого 45 Это бонус у нас за то, что мы на горе с ним 10% Так бы ничего, вообще не были невидимые, что ли, недостижимые Туда не успевает, сюда Всегда успевает Там ножка моя Ну иди бегай, может здесь поучаствоваешь Полностью здоров Держи товарища Блин, ну грузина очень жалко, он этим двуручным топором Раздавал невероятно Не двуручным, а орочным Тогда мы тебя спихнем Ну не честно Вот игра хорошая, все нормально Есть моменты просто Вот я даже спуститься туда не могу Мне не хватает 9 очков, чтобы спустать на нижнюю клетку Нет, хватило Шац У меня слов нет Одни из самых легких должны быть скелеты У них ни морали, ни усталости и не промахиваются Спихни его Дать своим отойти Знаете, по башке головой И то не попадает Вот Перед тем, как написано Ancient Вверху Три этих, наверное, степень Нашего доминирования Показывают Сколько процентов у нас Бонус Давай сюда, если он вылезет Сюда мы прикроем Ну все, шац, стой, получил В морде Можем, да? Красный И вот что-то не перестали по три ходить Видимо, игра, когда их много Потихоньку подыгрывает А когда уже Все, внимание, сосредоточим На одном Тут уже не пожульничаешь До сих пор еще не поврежден До сих пор Куда ты залез, дурак? Грузина Грузину пришлось пожертвовать Я уже раза четыре переигрывал Здесь нам повезло, что без Фатальных травм Вторая битва его была Это вот от него нож остался От него щит Вилка Древнее копье Никчемное Каски Почти не поврежденные Бинты тоже от него Ну, придется так оставлять Ну и все Реликость, за которой вы пришли В ваших руках Но какой ценой Странные люди, которые Если можно их так назвать Атаковали компанию Вы клянетесь, что Они пытались убить именно вас Так как будто вы виноваты В каком-то преступлении Которое было совершено Давным-давно За пределом Возримого Пространства и времени Ну, не слишком Заморачивайтесь Такими вещами Вы пришли за реликвией Взяли ее И теперь отправляетесь Обратно за наградой То есть победить можно Но, видите Очень многое Зависит от Генератора случайных чисел И не только это касается Кстати, момент Ландшафта А именно игры Само вот Попадешь, не попадешь Патики минус 8 Они все минус 8 Но броня хорошая Фиг знает, что делать Нательной брони никакой нет А мне она нужна До зареза просто Поэтому надо куда-то Мигрировать отсюда К бандам лесным Погонять их Чтоб денег накопить На компанию На увеличение И В трофеях Чтоб были Нормальное снаряжение То я никак Поднимусь 680 Вроде 830 Договаривались В общем, сидел На площади городской Вздымая руки к небу Закрытыми глазами И Губы Шептали молитвой Горожане Стояли вокруг них Вокруг него На коленях Бились башкой Об землю И делали То же самое Вы подняли камень И бросили в жестяную Старую Какую-то загогулину Которая привлекла Внимание всех Выдержали реликвию Так, чтобы Могли видеть все Альберет Спрыгнул С коленей Схватил Из ваших рук Реликвию И люди вокруг Закричали Восторженно И говорили друг другу Что теперь Это заживем Теперь хорошие Времена придут Вы получили Свою Оплату И остались Довольны тем Что сделали Хорошего дела Теперь в городе Высокая Мораль Мораль высока Лук Все деньги Вот Насколько тяжелее Играть все-таки На ветеране Я посмотрел Как играть На бигинере Там просто Несравнимо Всегда есть деньги Всегда выпадает Море Всякой шняги Которую можно продать Можно на себя Надеть И отремонтировать А сейчас Купить Вроде бы Тысяча Да много денег А нужно купить Кого-то еще На замену Мельнику Одеть его А будь А у меня Даже Да даже Вот эти ремонт Купить Чтобы отремонтировать У меня их даже нет Бинтик Раз есть Копье Обычное Копье Еды на сколько Там дней На два Ну вот О них Снизились цены На мясо Пупин Сейчас на четыре Что можно продать Цепь Точно не нужен Колотуха Детского размера Шлемаки Они неплохие Но мне кажется Броня Важнее Которая Нательная Копье 20-35 Ага Ремонт Вашего снаряжения Займет два часа И Потратится Один Инструмент Хорошо Стрелы Пока есть Лук уже все не могу купить Майку бы купить Тот же самый Шахтер Купец Этот хороший Слодат Но у него денег Столько стоит Потому что Ну и в баню Это верно Что у нас С этим настроением Компания Довольна Кроме Эдварда И двое Повышения Получили Дать ему Обязательно Защиту Обязательно Мораль Пусть повреждения Наносят Хорик Четвертый уровень Уже Бывалый Мужик У него Пика Если бы не мозги У него Вон Стрелок Из-за дырки В башке Видимо Координация Нарушена Плохо Он стреляет Пика И вот Нормально Тыкает Даже не знаю Что делать Мораль Мораль У него не особо падает Потому что Он как раз Из-за дырки В башке Он вообще не бежит С поля боя Никогда Можно не качать Усталость Но он ходит редко Он вторым рядом У нас работает А перка ему дать Раз он с копьем Бэкстабер Вот кстати Бонус Шансу попадания Удваивается До 10% Каждого Если вокруг цели Куда он бьет Стоит еще и наш 1 Почему удваивается Потому что По умолчанию Когда Цель окружена 5% За каждого Дается бонус Без всяких перков Вот стоит Человек Вокруг Цели Стоят еще двое наших А мы уже Плюс 10% Шанс попадания То есть У него как бы сковывают Так что здесь Очень здорово Продумано все Можно здоровье Можно 9 жизней А еще можно Вот Пускай будет ралли Ротейшн нет Это не для тебя Будет у нас Убодрить А нормальный щит Есть хоть 16-16 Нет В общем В следующий раз Буду смотреть Куда пойдем дальше Минус 1 человек К сожалению Но немножко Продвинулись вперед Хоть одно задание Выполнили С таким трудом Научились многому Спасибо вам за внимание Всего хорошего Удачи вам Пока В следующий раз Я думаю Надо куда-то К людям выходить К людям Я имею ввиду К разбойникам Вот Бандитский лес Здесь побегают Поищу банду Бандитский лес Научился Аминьи Клейкует Клейкает Небушка Небушка Клейкает Эта Зарап Эта Клейкает Бандитским лес Продолжение следует...